Приветствую! Вчера я выложил видео, в котором высказал пожелание, чтобы действующее руководство Украины приложило максимальных усилий, чтобы политическим путем закончить войну в Украине. И что здесь полилось? И мне начали говорить о том, что я не на том языке разговариваю. И что я работаю на Москву и надо сообщить обо мне в СБУ, меня там расстрелять, посадить, казнить и чего только со мной не сделать. И вот здесь я хочу ответить всем этим комментаторам по поводу того, а запрещены ли переговоры действующим законодательством Украины? А ведутся ли переговоры сейчас с РФ или нет? А также хочу поговорить и о моральном праве отрицать возможность переговоров и призывать к тому, что нужно продолжать войну. Итак, первый вопрос. А запрещены ли переговоры действующим законодательством? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно посмотреть соответствующий указ президента, которым якобы запрещены переговоры с Россией. Итак, смотрим. Вот этот указ президента Украины, номер 679 за 2022 год. И, соответственно, этот приказ, этим указом президент утвердил решение РНБО. И вот давайте почитаем, что же в этом решении было сказано в отношении переговоров. А сказано здесь следующее. Константовать невозможность проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путином. Константовать невозможность проведения переговоров. Здесь не сказано запретить переговоры. Здесь говорится о констатации факта. Невозможность проведения переговоров. И если вы думаете, что это равносильно запрет, то нет, на сегодняшний день ни один законодательный акт не запрещает проведение переговоров между Украиной и РФ. Более того, вот такая формулировка, вот давайте, вы же умные люди, вы же умеете читать и умеете думать, давайте вместе подумаем, а когда поменяется позиция руководства Украины, значит ли это, что переговоров не будет? Или вот этот указ президента свидетельствует о том, что никогда больше в этой вселенной, как минимум, не будет переговоров между РФ и Украиной? Вы правда так думаете? Конечно же нет. А как юрист я могу сказать, что вот такая формулировка, когда поменяется позиция Украины в отношении переговоров с РФ, знаете как будет объяснена? Будет объяснена следующим образом. Да, на момент 30-го вересня 22-го року, то есть когда было принято решение РНБО, было невозможно проводить переговоры с президентом РФ Путиным. А сейчас, условно, на тот момент, когда появится необходимость этого объяснения, сейчас позиция поменялась. Сейчас, например, мы вышли на границы 91-го года, либо РФ решила капитулировать, либо что-то еще, РФ там признала возможность выплаты каких-то репараций и прочее. И вот сейчас мы говорим, мы констатируем другой факт, что теперь переговоры с РФ возможны, либо от имени РФ выходит проводить их не Путин. И все, и переговоры в тот же момент станут возможными. Подводя итог, запрещены ли переговоры действующим законодательством? Нет. Лишь в 22-м году была констатация факта, что невозможно проводить переговоры. Но это не значит, что в будущем они невозможны и что они запрещены. Теперь перейдем ко второй части вопроса. А ведутся ли переговоры между Украиной и РФ на сегодняшний день? На мой взгляд, как мне кажется, конечно ведутся. Почему я так думаю? Да потому что газ по трубе идет в Европу. Из РФ газ идет в Европу. А что там с аммиакопроводом Тольятти и Одесса? А давайте дальше. Что зерновая сделка? Это не переговоры между РФ и Украиной? Да, при участии посредников. Но, а кто договаривающиеся стороны? Посредники могут быть какие угодно. Но договаривающиеся стороны Украина и РФ. Далее. Обмен военнопленными. А разве это не переговоры? Да, в этом не принимают участие непосредственно Путин. Не принимает участие Зеленский. Но это же переговоры. А обмен телами? Разве это не переговоры? А возвращение детей, которые были вывезены с оккупированных территорий, разве это не результат переговоров? Так что же получается? Получается, что по факту переговоры идут. Просто эти переговоры идут не по вопросам окончания войны. Они идут по другим вопросам. Но, тем не менее, они продолжаются вестись. И это нормально, к слову. То есть, если кто-то там скажет сейчас, что нет, такого не должно быть. Но, послушайте, обмен военнопленными должен происходить. И это предусмотрено международными актами. И возврат тел погибших в солдат тоже должен происходить. И это идет, это нормально. И ничего здесь такого страшного нет. Ну, а теперь о моральной стороне вопроса. Я, честно говоря, очень удивлен, что люди, сидя в окопах, имеют так много свободного времени, что они смотрят мои видео и пишут комментарии. Почему я решил, что эти люди сидят в окопах? Ну, потому что, на мой взгляд, с точки зрения морали, только человек, который сидит в окопе, только человек, который принял для себя решение заплатить наивысшую цену за свободу Украины, заплатить своим здоровьем и жизнью, и находится уже там, рискуя своим здоровьем и жизнью, то только этот человек может выступать против дипломатического пути завершения войны. Только этот человек может говорить, что да, я за то, чтобы военным путем прекратить эту войну. Но если вы, как и я, сидите вдруг где-то в квартире, в кофейне, еще где-то, на работе у себя, и пишете такое, мне кажется, что морального права у вас на это нет. Потому что пока ты не готов сам заплатить эту цену, ты не можешь, не имеешь морального права говорить другим, чтобы они платили эту цену, наивысшую цену, свою жизнь. И, кстати, возможно, вы-то и сидите дома, но я уже полтора года не живу дома. По одной простой причине. Мой город, родной город Харьков, находится под обстрелами С-300. Ну, еще туда, понятно, и Искандеры, и Калибры прилетают, но чаще всего туда прилетают С-300. А поскольку у меня в 900 метрах от моего дома находится ТЭЦ, там не очень было комфортно проживать, особенно в прошлом году, да и весной этого года. Именно поэтому я не живу дома. И именно поэтому я понимаю, что когда Украина достигнет своих целей, выйдет на границы 91-го года, вернет себе Крым, война же не закончится. Потому что нет на сегодняшний день технической возможности остановить ракеты, которые летят из Белгорода в Харьков. Почему? Да потому что там очень быстро это все происходит. Потому что эти города расположены в 80 километрах друг от друга. И ракета долетает так быстро, что никакое ПВО не успевает сработать. И окончание войны, оно лежит в дипломатической плоскости в любом случае. То есть выход наш на границе 91-го года не говорит о том, что оттуда не будут прилетать ракеты. Они будут прилетать до тех пор, пока не будет дипломатического решения этого вопроса. Либо же до тех пор, пока Украина не войдет на территорию России, не захватит, не знаю что там, Москву, Питер. Может, когда начнем доходить до Урала, конечно же Россия на этом этапе сдастся. Но давайте не будем об этом фантазировать. Этого не произойдет. Украина, не та страна, Украина не будет входить на территорию РФ и пытаться захватить ее территории. И соответственно, если мы не можем захватить врага, то остается только один единственный путь. дипломатический и другого пути решения этого вопроса просто не существует. И это нужно осознавать, к этому нужно прийти, а понять это. Именно поэтому я говорю, что я хочу, чтобы война закончилась как можно быстрее. И для этого есть только один путь, на мой взгляд, дипломатический. И только так, как мне кажется, может быть закончены боевые действия на территории Украины. И, естественно, там будет у вас много вопросов сейчас в комментариях, что а на каких условиях, а я не знаю. А вот здесь у меня ответа нет. Но здесь я могу сказать однозначно, что и одной, и другой стороне придется поступить со своими изначальными требованиями. Но не может быть таких переговоров, в которых одна страна полностью выиграла, другая проиграла, если одна из сторон не захвачена. И, соответственно, если мы не захватим Россию, а, как мы говорили, это вряд ли возможно вообще, да, вряд ли Украина будет даже это пробовать делать, РФ, конечно, не капитулирует. И, конечно, какие-то требования со своей стороны они будут выдвигать. И где-то нам придется на что-то согласиться, а где-то, конечно, им. И мне очень хочется, чтобы в этих переговорах Украина получила максимально возможные бенефиты, которые только могут быть в этой ситуации. И на каких условиях это будет, это вопрос уже другой. Это вопрос к политикам. Но главное, что для меня, что с началом переговоров, с начала дипломатического решения этой проблемы перестанут, гибнут граждане Украины. И вот это для меня, наверное, будет даже самой главной победой, потому что жизнь и здоровье человека это наивысшие социальные ценности. И это прямо записано в Конституцию Украины. И именно это мы и должны защищать. Ведь ради человека мы вообще живем, мы существуем. И общество, и государство, мы все должны сплотиться вокруг вот этой идеи, что человек есть наивысшая социальная ценность. На этом у меня все. Если вы разделяете мои мысли, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и также приглашаю вас подписаться на свой телеграм-канал. Ну а традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.